Доброго времени суток! Вы смотрите канал водопроводные фильтрационные системы. С вами я, Гога. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно сделать самый простейший обратный осмос, ну и я даже не побоюсь сказать этого слова, самый недорогой. Но это вариант не для тех регионов, где очень грязная вода. Ну я имею ввиду показатели воды механически очень высокие. Это для регионов с умеренным загрязнением. И вот как можно сделать обратный осмос. Ну то есть мы в принципе убираем все лишнее из осмоса, оставляем только необходимые узлы. Значит, что нам понадобится? Ну, во-первых, понадобится кран врезки. Вот такой кран врезки. Он соединен, то есть есть когда отдельно тройник идет, отдельный кран. Но когда вот в таком варианте, когда он соединен вместе, это такой самый дешевый вариант получается. Дальше нам нужно будет вместо предварительных колб использовать POS-фильтр. Можно использовать один POS-фильтр, можно использовать два. Есть, допустим, POS-фильтры катугольные, а есть POS-фильтры, которые могут быть полипропиленовые, только в корпусе. Вот если их использовать в паре, то было бы неплохо. Но даже вот в таком варианте мы используем угольный POS-фильтр как ступень предварительной очистки, который будет снимать как бы основное загрязнение перед мембраной. Дальше нам понадобится три фитинга. Это три колена, может быть прямых фитинга, как кому нравится, но я использую колено. Один фитинг на вводе и два фитинга на выходе чистой воды и выходе грязной воды. Соответственно, нам понадобится корпус мембраны, сама мембрана и ограничитель потока на сливе в дренаж. Ну и сколько метров трубочки понадобится, это уже решит каждый сам для себя, если вы захотите сделать такой осмос. Единственный нюанс, необходимо ставить POS-фильтр по стрелке, вот на корпусе есть стрелка Flow и ограничитель потока тоже нужно ставить по стрелке по протоку как идет вода. Вот это самый простейший осмос, который можно сделать. То есть мы соответственно убираем пак, убираем четырехканальный клапан, убираем многие другие узлы, которые добавят стоимости в осмос. Но при этом мы, конечно же, теряем тоже. В чем теряем? Во-первых, такая система не будет работать в автоматическом режиме, то есть вам нужно будет включать ее в ручном режиме. Включаться она будет вот здесь, именно в этом месте на врезке, что тоже бывает создает неудобства, потому что эта врезка чаще всего под мойкой, куда надо может быть дотянуться рукой. Также не будет краника на мойке, то есть будет просто трубка чистой воды. Нужна будет какая-то емкость, куда вы будете фильтровать эту воду. Хотя, может быть, если кто-то захочет, может поставить и краник на мойке, но это даст лишь только то, что вы будете емкость набирать в мойке. Но так не вижу просто смысла в том, чтобы его ставить, если система не будет работать в автоматическом режиме. Но, тем не менее, стоимость вот такого осмоса варьируется примерно даже по ценам, скажем так, розничным от 38 долларов до 50 долларов, что, конечно же, является довольно-таки привлекательной ценой. Но, повторюсь, такой осмос будет работать нормально только там, где небольшое механическое загрязнение воды. Если у вас вода очень грязная или очень жесткая, зашкаливает пределы, то такой осмос не подойдет, потому что мембрана будет очень быстро выходить из строя, без предварительной нормальной очистки. Ну, хотя, если у вас, допустим, стоят магистральные колбы, ну, на вводе в дом может быть магистральная колба с полипропиленом, то это тоже будет такой вспомогательной очисткой, и тогда действительно можно обойтись только вот одним предварительным фильтром на осмосе. Вот, в принципе, все, что хотелось обсудить в этом видео. Пожалуй, это действительно самый простой осмос из всех, что можно придумать. Если вам необходимы детали, из которых можно составить вот такой осмос, смотрите в описании под видео ссылочки, где это можно приобрести. Если же вы живете в городе Мариуполь, вы можете это сделать, приобрести по месту в магазине, адрес которого также указан там. Я же с вами прощаюсь. Вы смотрели канал «Водопроводные фильтрационные системы». Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!